добро пожаловать на мой канал чудесный огород уважаемые друзья и зрители моего канала вашему вниманию представляю сорта и гибриды перцев и баклажанов которые мы планируем сесть 2018 году все перцы и баклажаны мы выращиваем в открытом грунте проживаем и в северном казахстане если быть точнее то это юг западной сибири сладкий перец гибрид под названием bon appetit фирмы русский огород уже не одно лето мы сеем эти урожайные перчики и полюбили мы их за их урожайность в первую очередь это гибрид плоды у этого растения губовидные не могу сказать что они очень мясистые но по крайней мере в открытом грунте может быть в теплице он будет показывать себя по-другому но перцы вкусные даже в технической спелости если вы посадите этот гибрид у себя на участке то всегда будете с урожаем очень обильное плодоношение как я уже сказала и растение из моего наблюдения совсем не прихотливы сорт ранее птаха фирмы сепсат постоянный житель на нашем огороде мы его очень любим прекрасно показывает себя в открытом грунте не прихотлив плоды не очень большие больше подходят для салатного назначения и консервации для фарширования мелковаты но плоды очень сладкие сочные если лето солнечное и теплое то перчики вызревают прям на кусту как я уже сказала очень обильные плоды настолько вкусные что мы лакомимся ими прямо с куста еще что мне нравится в этом сорте очень приятный и нежный вкус перчика и совсем без горечи даже в технической спелости сорт скороспелый для тех кто начинает заниматься огородными делами хочу дать совет если вы планируете сажать перцы и баклажаны в открытом грунте они в теплице то покупайте сорта только ультра спелые скороспелые или раннеспелые средние сорта не стоит брать так как они не успевают вызревать в нашем регионе и не смогут проявить себя в полной мере следующий сорт который мы с удовольствием сажаем у себя на участке это сибирский князь сорт для открытого грунта отличная урожайность не плоды при хорошем уходе достигают крупных размеров хороши для фарширования довольно мясистые на этот сорт я думаю что стоит обратить внимание толстый барон ранний сорт растение высокая до метра роста плоды большие мясистые стенки толстые хороший сорт каждый год его сажаем неприхотлив в этом году я купила новый сорт фирмы гавриш называется он бизон желтый ничего сказать о нем не могу но как заверяет нас производитель сорт ранний очень крупный и плоды необыкновенно нежные и вкусные предназначен для выращивания в открытом грунте если верить характеристикам то сорт супер посмотрим его на деле в этом году перец красная лопата фирмы сипсат этот сорт я купила по рекомендациям зрителя конечно ничего не могу сказать об этом сорте сорт средний ранний но предназначен для открытого грунта достаточно крупные сочные толстостенные плоды зрители очень хорошо отзывались об этом сорте что я просто не смогла устоять и завершаю обзор перцев острыми перчиками от фирмы седек это гибрид китайский огонь и перчик от фирмы инвент плюс это наша казахстанская фирма под названием астраханский 147 перейдем баклажанам в прошлом году мы сеяли четыре сорта баклажанов и лидером на нашем огороде стали баклажаны f1 гибрид король севера фирмы русский огород хочу заметить фирма русский огород мне очень нравится многие огородники в том году жаловались что у них король севера совсем не зашел но у нас были отличные дружные всходы я посеяла всю пачку потому что боялась что семена не взойдут но было столько рассады что пришлось даже поделиться с друзьями очень урожайный дружный сорт плоды нежные без излишних семян мякоть белая готовить такие баклажанчики одно удовольствие прекрасный как для употребления в качестве салатов рагу закусок и для консервации несмотря на что что мякоть нежная в консервации кусочки прекрасно сохраняют свою форму даже без кожицы не превращаются в кашу гибрид ранний и по моим наблюдениям совсем неприхотливый следующий баклажан японский карлик это сорт его я купила впервые но моя соседка подачи выращивала его в открытом грунте и я не понаслышке видела сколько на нем было много плодов удивительно то что растение очень низкорослое высота примерно его достигает до 40 сантиметров но плодов было видимо невидимо и плоды были внушительного размера грушевидной формы честно могу сказать что японский карлик меня очень впечатлил так что я незамедлительно пошла и приобрела семена так как моя знакомая не очень балует своих подопечных по моим наблюдениям совсем не требовательно в этом году я купила еще два гибрида и первый гибрид баклажан биба голландской селекции фирмы агро элита по совету продавцов когда покупаешь в одних и тех же отделах семена уже из продавцами дружишь и они могут что-то посоветовать так как тоже заядлые дачники и последовав их совету я приобрела этот гибрид хотя на нем написано что этот гибрид предназначен для теплиц но продавец меня заверил что у него прекрасно он рос в открытом грунте и последний баклажан гибрид f1 галина раннеспелый для открытого грунта масса плодов достигает до 200 граммов плоды ровные красивые ничего не сказать не могу так как буду в этом году первый раз его сеять уважаемые зрители спасибо вам большое за внимание буду очень вам признательна и благодарна если вы поделитесь своими любимыми гибридами и сортами перцев баклажанов для открытого грунта и для теплиц информация будет полезна не только для меня но и для зрителей а на сегодня все если вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие видео я вам желаю всего самого наилучшего крепкого здоровья отличных покупок и добрых урожаев до новых встреч пока пока